Кому-то понадобилась земля, то есть комплекс, который существует не один год и ранее не привлекал внимания, скажем так. То есть всегда проходили и тренировки, и спокойно он функционировал, вдруг ни с того ни с сего, тем более такой короткий промежуток времени, скажем так, объявлен вне закона. Будем подписывать бумаги, обращаться в вышестоящие органы. Прежде всего, надо не забывать, для кого мы живем, то есть если у нас занимаются тут дети, это собираются сносить, куда потом пойдут дети. Сейчас идет набор самых маленьких, это 15-й год рождения, то есть деткам всего по 3 года, и самый старший возраст это 10 лет, то есть каждый возраст с 15-го по 2009-й год. У нас футбольный клуб, футбол, но также дополнительно мы занимаемся вот в шелковом пути, внизу занимаемся акробатикой, это эквандо, и плюс у нас проходят тренировки по растяжке детей, по их общему развитию. Шелковый путь, вот мы трижды чемпионы Воронежа по футболу среди 2010 года, и отчасти заслуга относится как раз к комплексу Шелковый путь, поскольку он наш дом, скажем так, и все тренировки проходили на базе Шелкового пути. Для меня это действительно непонятно, потому что это уже существует не первый год, и вдруг резко обратили внимание. В городе и так катастрофически не хватает площадок для развития детского спорта. Очень много каких-то платных секций, и ценник неоправданно высокий за счет того, что просто мало объектов. Тенденция сейчас развития детского спорта такова, что государство вроде как говорит стиль экранов, что мы за здоровый образ жизни, а по факту происходят совершенно другие вещи. Здесь же не какие-то там ночные заведения, не какой-то там, ну, здесь положительный момент для жизни, там, в первую очередь, детей, и если уже такие вещи сейчас будут закрывать, о чем-то вообще можно говорить дальше, о каком развитии страны. Какое-то спортивное сооружение, тем более направленное на детский спорт, в чьих-то интересах можно снести, но это только у нас, возможно, в принципе, такие разговоры. Я считаю, что, ну, видимо, кому-то это просто нужно, потому что в свое время, когда все это строилось, ну, просто так же нельзя ничего, просто взять в нашей стране что-то построить. В любом случае, какие-то были, ну, разрешительные документы, что-то это, ну, как-то это разрешается. А потом, когда кому-то это становится интересно, наверное, есть повод, ну, в какой-то дополнительной выгоде, чтобы это закрыть. Государство заявляет об этом с телекранов, давайте на деле это доказывать, а не заниматься каким-то, ну, теневым там бизнесом или еще там каким-то отжиманием просто. Реально так и происходит, к сожалению. Спасибо вам, что как-то освещаете эту проблему. Я вам скажу, что если вы посмотрите, сколько у нас снесено спортивных площадок в городе Воронеже и застроено строителями, да, то как бы прокуратура ими почему-то не занимается. Здесь новая строительная площадка, вдруг она прокуратурой заинтересовалась. Почему так? Я просто не понимаю, чем прокуратура занимается. И конкретно каждый прокурор. Надо просто взять, посмотреть, какие решения по другим объектам она выносила. И понятно, там, на чью мельницу вода течет. Посмотрите, сколько здесь детей занимается, сколько групп. И с каждой группы выйдет как минимум два человека, не считая бабушек и дедушек. И плюс еще с детьми выйдут. Обязательно. Овраги, свалка была. Высыпали сюда мусор и все прочее. А сейчас вот сделали футбол. Это хорошо для детей сделали. Это очень хорошо сделали. Цена невысокая. И как бы мы живем в северном районе. И больше таких у нас уже нету спортивных комплексов. Все везде заняты. Тяжело у нас в городе найти места, где заниматься спортом. И это как раз выход для нас. Потому что манежей не так уж много. Спортивных площадок тоже. И мы очень рады, что нашли, так сказать, пристанище на эту зиму. И надеемся, что в будущем тоже будем здесь заниматься. Также мы занимаемся здесь и тэквондо в залах, не только в манеже. Занимаются у меня здесь два внука. Одним футболом, один кикбоксингом. Первые сдвиги уже, как говорится, его спорткомплекса уже есть. Вот наша команда по футболу заняла, как говорится, два турнира были. Заняли первое место. Медидов Джамал. Чемпионом мира стал по ММА. По хрене. В ноябре. Преневался в этом зале.